Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ленар Геннатулин Перешли на круглосуточное дежурство На случай аномальных снегопадов заключены договоры о дополнительном привлечении до 400 единиц техники Почему все службы Татарстана в новогодний период переходят на усиленный режим? Знает Сергей Хайдаров Как снег на голову, Татарстан накрыл западный циклон Он принес в республику сильный снегопад, порывистый ветер, заносы На уборку дорог, как федеральных, так и региональных, были брошены все силы А самой востребованной услугой на трассе стало оказание техпомощи Машины просто не выдерживают холода По данным синоптиков, то ли еще будет ГИБДД уже советует отказаться от дальних поездок Как погода начала диктовать свои условия, увидел Рамиль Шайдулин Метель накрывают плотной пеленой Из-за снега не видно разметки на дороге Примерзают дворники и из строя выходят радиодетали Так в пути водителей настигла первая зимняя непогода К их радости Трасса М7 была открыта Куда нужно выезжать срочно, говорит специальная информационная система Она есть в Главтаддор Трансе На этом пульте дорожники решают, куда направить технику В зависимости от того, как начинают идти обильные осадки То есть поднимается режим тревоги и выезжают все на линию На данный период задействовано порядка 600 единиц техники Сигнал тревога и в Росавтодоре Большинство участков, по их данным, тоже горят красным Тяжелая обстановка в связи с погодными условиями Метель, снегопады С гидрометцентра Служба гидрометцентра получила штормовое предупреждение По данным республиканской ГИБДД Только за сутки на дорогах случилось 19 аварий Пострадали 18 человек Ребенок погиб Причина – высокая скорость и занос Госавтоинспекция МВД по республике Татарстан Рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов Бес крайней необходимости Напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения И призывает быть крайне внимательными и осторожными Наверное, первыми, кто холод и снегопад ощутил на себе Стали дальнобойщики Потому что погода вынуждает смещать сроки доставки товаров Если с уборкой снега все нормально То такой мороз выдерживает не каждая электроника А где прижимать, да? Фуры отказываются ехать дальше Как горячие пирожки Сегодня расходятся автомобильные аккумуляторы Люди тоже помощь требуют Помогаем, чем можем Ну вот сейчас аккумуляторы поменяли новые Будем уж ехать Машина новая Должна все вытерпеть Но мириться с погодой намерены не все В метель резко выросли тарифы за такси Ехать в снегопад хотят не все перевозчики Если человек находится где-то далеко за городом Я думаю, он будет либо долго ждать, либо не дождется Одна из причин пробки К шести вечера в Казани они достигли десяти баллов Город встал в центре Стоят мосты и дамбы А вот пешеходы погоде рады Стало веселее Не было снега Можно сказать, не было рабочего Сейчас повеселее появилась работа Время быстрее бить Сейчас чуть-чуть и дамы Вот он идет А мы все равно дамы Зима это прекрасное время, я считаю В общем, есть возможности, какие-то навыки Использовать зимнее увождение Это хорошо Нормально Чувствуем нормально, ходим, гуляем Я люблю такую погоду Чернота уже надоела, а когда снежок идет, весело Ну ветерок немножко, но зато снег это символ Нового года Снегопад только начался и продлится минимум до среды Говорят в гидрометцентре Это связано с приходом активного западного циклона Временами, в ближайшие трое суток Будут отмечаться снег Метели С ухудшениями видимости Может выпасть в сумме За все эти дни, начиная с понедельника По пятницу, по субботу Где-то примерно около 20 миллиметров осадка Капризы природы не помешали Дальним рейсам, как сообщает Минтранс Автобусы, самолеты и поезда Ходят по расписанию 85% федеральных трасс Это асфальт, освещение, придорожная инфраструктура В республике довели до норматива 100% готовность обещают через два года Об этом сегодня заявило руководство Волговятск управ автодора Сегодня здесь подвели итоги года И анонсировали новые проекты Какие, расскажет Дмитрий Аринин В этом году картина работ федеральных дорожников Татарстана Получилась особенно масштабной Главное, завершен долгожданный долгострой Полностью реконструирована трасса М7 Теперь два экономических центра Республики Казань и Челны Связывает современная четырехполосная магистраль Разделили поток для автомобилей Чтобы можно было безопасно Проезжать на этих участках дороги Вы знаете, очень было большое ДТП Вы можете до Челнов Доехать с Казани до 2 часа Все в этом году отремонтировали Более 170 километров автодорог На трассе Казань-Буинск Были опробованы новые технологии асфальтобетона Как заявляют, смесь, сделанная по объемному методу Щема-19 Позволит трассам служить дольше И до клея дело дойдет не скоро Она тоже мини-подвижной коленицей То есть она уже подбирается С учетом погодных условий С учетом интервитивности Планок создать в республике Сразу несколько масштабных коммуникаций Началось проектирование нового подъездного пути К аэропорту Казани Объездной трассы для Челнов И развязки около Иннополиса Могу прямо грубо сказать Что на сегодняшний Татарстан Такие значимые объекты Вы находитесь Честно говоря, вы находитесь В неисторическом моменте Вы должны от нас как бы не уходить Это по детской аэропорту Реконсульс первой категории Это обход Челнов Первой категории Сейчас 85% всех федеральных трасс республики Оборудовали так, что не соответствует всем требованиям Стопроцентное качество обещают через два года Дмитрий Айринович от Мухаммедов ТНВ Казани По хорошей дороге, да на беспилотнике Сегодня КАМАЗ и Казанский университет Подписали соглашение Договорились, будут вместе создавать Интеллектуальные транспортные системы Первый проект зреет в Зеленодольском районе Здесь построят полигон для испытаний беспилотников Где поедут такие КАМАЗы И как искусственный интеллект будет собирать урожай Узнал Салават Мухаммадурин Как игрушечная машинка он катается по лаборатории Хотя в этом прототипе беспилотного КАМАЗа Вовсе не игрушечные технологии В него устроена модель здания Радары следят за препятствиями А в движение приводит электродвигатель Карьерный самосвал выбран в качестве прототипа не случайно Возможно именно с этой сферы начнется активное внедрение беспилотников Во-первых, человеческой жизни ничего не будет угрожать При работе на склонах Машина будет ездить без водителя Во-вторых, при работе на карьере Нет ни дорожных знаков, ни светофоров Это пока одно из главных препятствий на пути к беспилотному миру Нормативная база отсутствует А потому на дороге общего пользования машинам без водителей нельзя Именно поэтому разработчики смотрят в сторону карьерной и сельхозтехники Их заработкой займутся в совместном центре КАМАЗа и КФУ Занимается оно беспилотным транспортом Интеллектуальными транспортными технологиями Системами связи Различными системами наблюдения Радарными При помощи лазерных дальномеров Соглашение об этом подписали сегодня Планируется построить испытательный полигон Зеленодольские Пока беспилотники возят в Челны и в Москву Беспилотный автомобиль формирует среду И сейчас генеральный директор поставил задачу перед нашими специалистами Чтобы в этом центре начали думать о том Каким образом будет меняться инфраструктура города Меняться будет и экономика Если беспилотники поедут сначала по складам, полям и карьерам То не за горами и выезд на трассу В данном этапе вряд ли возможно Поскольку работа в основном поисковая Сегодня коммерческую ценность может иметь карьерная техника КАМАЗ как занимается сейчас разработкой этой техники Это коммерциализация, это полторы-две тысячи автомобилей в год С хорошей маржой Сейчас центр будет разрабатывать беспилотники для магистралей Платформы для обработки больших данных И системы для навигации с точностью до сантиметра Салават Ахмадулин, Данил Фаатов, ТНВ, Казань Особой поддержки требует малый и средний бизнес В следующем году нужно на это сделать еще больший упор Отметил Рустам Мениханов Он провел ежегодную встречу с предпринимателями В стенах торгово-промышленной палаты республики Формат праздничный, подводят итоги, строят планы Сегодня в республике есть много форм поддержки предпринимательства В том числе и республиканская программа Отметил президент В следующем году акцент будет сделан на работу с муниципалитетами Не везде еще ситуация изменилась И органы власти, муниципальные власти, федеральные власти Можем образом принимать ту роль, которую решает предприниматель Предприятие Но я убежден, что наша системная работа Даже в маратуре, здесь мы начинаем с личного подворья Идем в более крупные и крупные направления Мы хотим, чтобы не только наша особая зона, но и достоинственная площадка Чтобы на всей территории республики создать такую среду Благоприятную для того, чтобы бизнес развивался Сегодня в Казани наградили победителей конкурса «Золотая сотня» Это те, кто внес вклад в развитие экономики Сегодня на долю малого бизнеса в республике приходится четверть производимой продукции Все участники презентовали свои предпринимательские достижения По одной из десяти номинаций Это «Молодой предприниматель», «Сельское хозяйство», «Производство», «Строительство», «Сфера IT» и другие Победителей определила экспертная комиссия Поголосовать за участников на сайте мог любой же Я у себя в парикмахерской ввел услуги Это мужской мастер для мусульман Также ввел закрытую ширму для женщин Где женщина может встречаться, скрываясь от посторонних глаз На самом деле было для меня большой неожиданностью Так как я увидел себя в списках победителей Я в шоке Мне нравится эффект, который я создаю Заявлено где-то 250 организаций Автозаявление, каждый сам себя мог заявить Что и произошло И потом открыта система голосования Кто больше набрал голосов Кто-то и прошел сотню в каждой номинации 65 храмов в стадии реставрации Еще 47 строят Итоги года подвела сегодня Татарстанская митрополия Пресс-конференцию провел митрополит Казанский Татарстанский Феофан Воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери Открытие памятника святым Новый иконостас в Успенском соборе Это лишь часть больших проектов Анна Городнова продолжит тему Ну как вам впечатление первое О новой семинарии возрожденной? На эту встречу журналистов пригласили В духовную семинарию Высшее учебное заведение Казанской епархии Здание капитально отремонтировали Теперь все условия, чтобы получить Богословное образование Но начал свой разговор владыка, как ни странно С чемпионата мира по футболу Дали возможность увидеть Как можно жить То, к чему просто стремятся И только декларируют Можно жить не просто толерантно То есть терпеть друг друга Но взаимоуважительно И сотрудничать Наглядный пример иностранным туристам Воссоздаваемые храмы и строительство новых Сейчас в Тарстане реставрируют 65 зданий 47 церквей строят И все это по соседству с мечетями Один из самых грандиозных проектов Сейчас воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери Его возвели на историческом фундаменте И это будет точная копия разрушенного здания Работы начались два года назад Сейчас идет внутренняя отделка Свидетельство, что мы, люди Носители двух основных религий И собор Возрождаем вместе Как это было И в Болгарах Объединение людей сейчас Особенно важно, подчеркнул он Когда на Украине вместо мира Раскол церкви Вмешательство Политических сил Государства И Неких иностранных интересов Делают не очень хорошую услугу Для Страны По имени Украина А самое главное Для народа Журналисты также поинтересовались Кто будет настоятелем Казанского собора Владыка интриги не стал делать По положению русской православной церкви Им является правящий То есть Педагог Анна Городова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань Вы смотрите новости Татарстана И вот о чем далее Открытие новой лыжной базы В Тетюшском районе Опробовал новую трассу Ленар Генатуллин Перешли на круглосуточное дежурство На случай аномальных снегопадов Заключены договоры о дополнительном привлечении До 400 единиц техники Почему все службы Татарстана В новогодний период Переходят на усиленный режим Знает Сергей Хайдаров За три года развития нацпроектов В стране выделят почти 6 триллионов рублей Об этом сегодня заявил премьер Дмитрий Медведев На заседании президиума совета При президенте по нацпроектам Оно прошло в режиме видеоконференц-связи Со всеми регионами страны Участие принял Рустам Мениханов Всего будет 12 программ Развития здравоохранения, образования, экологии Малого бизнеса и других сфер Все нормативные документы регионы Должны подготовить до конца года Сторонники партии Единая Россия Сегодня подвели итоги работы за год Начали с приятного Награды были вручены победителям Республиканского конкурса Моя история в спорте На конкурс прислали более 1200 работ Из 28 районов Фарид Мухаммедшин поблагодарил сторонников За работу и отметил, что следующие три года Будут тяжелыми выборными И это будет та самая проверка на прочность Как на съезде прозвучала важность Опираться на оба крыла партийной работы На совет сторонников, на молодежное крыло Политической партии Единая Россия Для нас очень важно, что в составе совета сторонников Разносторонний, я бы сказал, представительный форум В Госсовете Республики прошла пресс-конференция Фракции КПРФ по итогам работы в этом году Хафиз Миргалимов сообщил В уходящем году проведено 13 заседаний Три научно-практические конференции На круглых столах обсуждали вопросы ЖКХ Ростарифов, утилизации отходов Активно участвовали в принятии различных законопроектов Внесения изменений в бюджет 2019 года Год был дюбелиной В столетии славы Ленинского комсомола Год был выборный Выбора президента Росфедерации Мы должны добиваться четкого исполнения законов От участников выборной кампании Контролировать и добиваться тех результатов Которые ставит наша партия К другим новостям В республике настоящий лыжный бум Модульные базы появляются по всей республике В прошлом году 12, в этом уже 16 Сегодня такое открыли в Тетюшах Несмотря на метель, на лыжню встали сотни человек О тех, кто радуется снегу Расскажет Ленар Генатулина Пока всю республику заметает так Что на автомобильные трассы выехать Страшно, самое время выбрать другую трассу Лыжную В Тетюшах так и сделали Рабочий день и самая длинная рабочая неделя в году Начинается с прогулок в лесу Для всех, кто с лыжами на «ты» Сегодня праздник Открыли лыжную базу Теплые раздевалки, тренерская, инвентарь И даже мастерская В честь открытия соревнования На старте дети Пока спортсмены соревнуются Я тоже решил проверить трассу Она находится в живописном лесу Ее длина около 2,5 километров А самое главное, что она имеет освещение И это говорит о том, что дети из спортивной школы Теперь смогут заниматься и тренироваться даже в вечернее время Сергей Мамкин воспитал много известных лыжников К примеру, призер зимней универсиады Артем Николаев Тренер говорит, теперь здесь для спортсменов новые возможности Тренерский состав стал расширяться И желающих заниматься больше стало, ребят И с появлением этой базы у нас просто возможности Стали шире на 4-5 групп набирать ребят А на старой базе у нас могла заниматься от силы полторы или две группы Это вторая лыжная трасса в Тетюшах Первая уже почти 30 лет работает в другой части города Но на всех ее не хватало Поэтому администрация приняла решение О возведении нового лыжного комплекса Сегодня лидерами являются Зеленый Долс, Заинский, Ознакаев У Тетюш больше возможностей Потому что они должны к нему и стремиться, и стремиться, и стремиться Если те уже конкурентны А эти только будут догоняющие А у догоняющихся есть хороший стимул Так что я думаю, что Тетюшу в этой части Должны быть буквально ближайшие 5 лет В прошлом году 12, в этом 16 Всего же за 3 года по региональной программе Такие дома появятся в 39 районах республики А Новую Лужню до конца года встанут в 16 районах Ленар Генатулин, Ренат Сафин, ТНВ, Тетюшский район Предновогодние дни в стиле ретро Предлагают провести жителям и гостям столицы Радиостанция Ретро-ФМ Казань В казанском ЦУМе работает открытая студия Традиционно в предновогодние дни Радио Ретро-ФМ Казань не скупится на подарки и сюрпризы Для любителей музыки 70-х, 80-х и 90-х Вот и на этот раз пришедшие в открытую студию Смогут создать праздничное настроение Не только себе, но и всем, друзьям и близким Передав музыкальный привет Мы становимся ближе к нашим слушателям И делаем открытые студии Куда каждый слушатель может прийти и посмотреть Как работает радио, не только послушаться, но и посмотреть В преддверии Нового года мы решили сделать дополнительный розыгрыш Ценных призов Призы смогли получить настоящие поклонники И знатоки музыки 70-х, 80-х и 90-х Приняв участие в зажигательных конкурсах Ретро-стиль никого не оставил равнодушными А подарки придутся как нельзя кстати В предновогодние дни Я приехал из Москвы Зашел в ЦУМ Здесь шикарная классная атмосфера И тут конкурсы Ретро-ФМ Выиграли приз шикарно И у вас есть возможность сказать свое слово в радиоэфире Студия Ретро-ФМ будет открыта для всех желающих до 30 декабря Ежедневно с 13 до 16 часов Ждем гостей в торговом центре Казанский ЦУМ По адресу улица Московская, дом 2 100 тысяч лампочек засветились над Казани Проекта итальянского художника От Токио до Нью-Йорка В этом году новые иллюминации появились и в столице Татарстана Огни зажглись на улице Баумана и набережной Кабана Инсталляция достигает 28 метров с мастером из Италии Познакомилась Лилия Кашфарова 40 светящихся арок Куда ведут в историю Световая галерея отсылает к шелковому пути Каждый цвет символ Главный синий Цвет воды и воздуха Итальянский мастер Валерий Фести рассказывает много И с упоением Я изучал историю Татарстана Геральдику Здесь все по-другому К этому проекту я готовился всю жизнь Всю жизнь в работе произведения как дети Мастер признается Люди радуются, значит мои дети растут Люди радуются и ждут А когда же украсят другие районы Казани А у нас на второй горках нет 10 микрорайон Пустота А здесь прям вообще очень-очень красиво Сам я на окраине проживаю К сожалению, у нас такого оформления нет Кировский район в этом смысле меньше украшен И, ну, как бы, вот если бы, да, при въезде в город что-то тоже было очень красивое Я думаю, это бы не помешало Праздник придет ко всем, пообещали в исполкоме Старт с центра Здесь туристов больше Огромный поток туристов, горожан в ежедневном режиме проходит через него Это станет настоящим подарком Мы уже получаем положительные отзывы На реализацию проекта ушло примерно 2,5 месяца Им занимались 35 итальянских мастеров Мощность ламп 0,5 ватт В других городах 5 Яркость такая же, а электроэнергия экономится в 10 раз 90 столбов, 60 километров проводов, 102 тысячи электрических лампочек Итальянский мастер признается Это самый длинный пешеходный переход в его оформлении А в его жизни их было сотни Лилия Кашварова, Данил Филатов, ТНВ, Казань 60 площадок для празднований в Казани Первый в республике парад Дедов Морозов Круглосуточное дежурство всех экстренных служб Сегодня в мэрии Казани Челнов рассказали, как праздник к нам приходит И как будут работать все, чтобы он прошел спокойно и с настроением Детали у Сергея Хайдарова Новогодняя суета во всем Люди спешат, закупают продукты, подарки Посыл один, успеть за неделю все то, что не сделано за год Если кто-то сможет просто расслабиться и получать удовольствие То многим предстоит нести службу Эта зима выдается одной из самых снежных В дни каникул на дорогах убирать снег будут 570 единиц техники На случай аномальных снегопадов заключены договоры о дополнительном привлечении до 400 единиц техники Как в Казани готовы встречать Новый год, сегодня обсудили в мэрии города Особое внимание уделят не только уборке снега, но и вывозу мусора Это в период праздника будут делать ежедневно 1 числа кто из глав проснется поедет со мной Без предупреждения посмотрим, как по городу этот вопрос Основной мусор, конечно, он будет 2-3 сутки после праздника Но тем не менее нормальные хозяева уже после 1 января после обеда уже начинают убираться Полиция, медики и спасатели будут дежурить круглосуточно Больше всего силы внимания уделят местам массовых гуляний В столице общественный транспорт в новогоднюю ночь будет курсировать до 2 утра Рабочий день удлинится не только у столичных водителей и кондукторов Расписание общественного транспорта в ночь с 31-го изменили и в других городах республики Мы совместно с нашими транспортными организациями Договорились организовать более длинные условия для перевозки наших граждан И практически до 12 часов в этот день будет работать весь общественный транспорт в городе Грядущие новогодние праздники станут уникальными для Казани Хотя бы потому, что впервые в столице республики пройдет парад Дедов Морозов Он стартует 27 декабря в 15.00 А в течение всего этого парада 19 Дедов Морозов вместе с сотней своих помощников Пройдут от улицы Баумана до главной городской елки, которая будет находиться возле казанской чаши А еще можно будет услышать выступления музыкантов-электронщиков, приготовить шурпу и сыграть футбол в валенках Всего в новогодние праздники в Казани откроют 60 площадок, где проведут порядка 150 мероприятий Одно из таких специально для туристов Это фестиваль Кыш Дакар Фест Мы будем представлять потенциал нашей национальной татарской кухни Потенциал наших ремесел Будут также изготавливаться сувениры прямо на месте Гостей в столице ждут действительно много Казань вошла в топ-3 самых привлекательных в новогодние каникулы городов Рейтинг составлялся исходя из бронирования гостиниц Выше нас только Москва и Санкт-Петербург Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Татарстан Далее о погоде, после чего на ТНВ вызов 112 Я же прощаюсь до следующего выпуска 21.30, до встречи Добрый вечер, время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов В Казани стартовала новогодняя неделя волейбола За 7 дней Зениту предстоит провести сразу 3 поединка Первыми в центр волейбола пожаловали игроки новые Несмотря на финансовую нестабильность Молодые игроки выкладываются на площадки по максимуму Даже с действующим чемпионом Зенитом соперники показывали результативную игру На площадку казанцев вышли игроки, редко появляющиеся в основных сражениях Хорошая возможность проявить себя, завоевать место в основе На тренерском мостике зрители увидели действующего волейболиста команды Алексея Вербова Итоговый счет 3-0 в пользу казанцев Также на время Нового года у нас есть пауза Это очень важно чем-то сейчас пожертвовать Хотя для нас это опять же выигрышная ситуация Мы смотрим других игроков Мы сейчас даем возможность поиграть тем, кто меньше находится на площадке К баскетболу Уникс на своей площадке в Казани обыграл ЦМОКИ Минск в единой лиге ВТБ Матч завершился со счетом 88-69 Самым результативными игроками матча стал защитник Уникса Джамар Смит Он набрал 18 очков Эта победа для наших баскетболистов стала восьмой в десяти матчах Казанцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице В следующем поединке единой лиги ВТБ Уникс будет принимать Енисей И в завершение к единоборствам в Рязани прошел чемпионат России по Тэквондо ВТФ По итогам соревнований татарстанцы завоевали четыре медали В весовой категории до 58 килограммов Сергей Кирсанов стал третьим Еще две бронзы в копилку сборной республики принесли Роман Лещев и Валентина Ступакова Чемпионкой России в весовой категории до 62 килограммов стала Юлия Зайцева-Миюц Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 46 регионов страны В командном зачете сборная Татарстана заняла пятое место И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Сильных морозов в Татарстане не ожидается Местами наблюдаются метели, ветер порывистый Более подробнее о погоде после небольшой информации В Новый год с новой кухней Успейте заказать кухню вашей мечты в Данилмастер С новогодней скидкой 20% Приходите в Казань, Восстание 23 Звоните 2-167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке Татарстана по-прежнему облачно Временами наблюдается снег и 11 мороза На северо-востоке, Нижнекамский набережных Челнах и Елабуге Также пройдет снег Синоптики обещают 9 градусов ниже нуля На севере Татарстана, Менделинский, Агрызий, Менделеевский Будет облачно Солнце не спешит радовать своими лучами Синоптики обещают минус 10 Для северо-запада 25 декабря будет умеренно морозным 9 градусов, местами будет идти снег На юго-западе будет теплее, чем в других районах республики Тут синоптики обещают минус 5 В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши Облачно, местами снег и 9 мороза В среду на несколько градусов станет прохладнее, снег местами усилится И еще одна интересная информация Спонсор показа ООО СМУ номер 12 Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене ЖК Приволжский это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги Хотите посмотреть? Приезжайте Запись по телефону 561 08 81 Жилой комплекс Приволжский это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани Звоните 561 08 81 Новый год, время когда сбываются самые заветные мечты Только в декабре потребительский кооператив «Семейная копилка» дарит пайщикам сертификаты на отдых в санатории Программа «Тариф новогодний» 18% годовых сроков на 12 месяцев Подробности по телефону 843 239 17 36 Улица Чистопольская 55 Спонсор программы «Потребительский кооператив «Семейная копилка» Время идет, доход растет Вас ждут по адресу Казань, улица Чистопольская, дом 55 Телефон 239 17 36 В Казани ожидается облачная погода, снег, местами метель Дневные температуры 6-8 мороза Ветер юго-восточный, порывистый, до 7 метров в секунду Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 89% На дорогах местами гололедятся, снежные заносы Будьте предельно внимательны О погоде все В студии была Лейла Латыпова Увидимся на ТНВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин